Пациентка была доставлена в областную клиническую инфекционную больницу 22 июля с жалобами на общую слабость, двоение в глазах, затруднение глотания, чувство кома в горле. Появились первые признаки затруднения дыхания. Батуризм относится к пищевым токсикоинфекциям, отличается тем, что у него есть определенная очень яркая клиника, которая позволяет с первых симптомов заболевания заподозрить о том, что это грозное заболевание. Как правило, появляется общая слабость, могут быть дискомфорт в животе, может быть послабление стула, вздутие живота. В дальнейшем присоединяются расстройства зрения, то есть у человека начинает двоиться в глазах, то есть это называется диплопия. И в последующем начинаются такие неврологические нарушения, как затруднение глотания, затруднение дыхания. Особенностью этого заболевания является то, что не повышается температура, как вот при некоторых других пищевых инфекциях. Ежегодно в нашу клинику поступают больные, у которых диагностируется ботулизм. Вот статистика, например, за последние 10 лет всего было 52 человека. То есть в среднем это 3-4 случая в год. Из вот этих 52, к сожалению, 4 это летальные исходы. Остальные все пациенты выстроили. Со слов врачей, девушка покупала в одном из магазинов Харькова, по улице Клочковская находится магазин, рыбу. И оттуда якобы она получила это заболевание. Это уголовное производство по статье 325 части 2 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. На данный момент с магазина изъяты документы на рыбу, они проверяются, устанавливается поставщик. Магазин не закрыт на время расследования, он закрывался на время проведения осмотра. Основной путь заражения, особенно с которым мы сейчас сталкиваемся, это употребление в пищу термически необработанной рыбы. То есть в основном это вяленая рыба, и в основном это рыба, которая водится в реках и в озерах. Сам ботулотоксин содержится в почве, и естественно в почве, которая выстилает дно водоема. И особенности речных рыб, озерных рыб, то что они заглатывают вот эту вот почву. И естественно вот этот ботулотоксин попадает им в пищеварительную систему. И при определенных условиях, то есть это анаэробные условия, то есть условия без кислорода, ботулотоксин начинает размножаться. Вот что мы и имеем, когда имеем дело с вяленой рыбой. То есть она вялится, доступа воздуха к ее кишечнику в пищеварительной системе нет, и там размножается ботулотоксин. Также причиной заболевания могут служить консервы. Особенно консервы, приготовленные в домашних условиях. Для того, чтобы инактивировать ботулотоксин, нужна высокая температура. Вот как это, в общем-то, выдерживается на заводах. Это не меньше 120 градусов Цельсия. И высокое давление при закупоривании банок. Естественно, в домашних условиях соблюсти такие требования практически невозможно. Поэтому любой продукт, на котором могут быть земля, то есть недостаточно хорошо вымытые овощи, Вот грибы, имея свою пористую структуру, естественно, что в этих порах грибов может сохраняться земля и попадать туда ботулотоксин. И при определенных условиях, которые формируются при закупоривании банки в домашних условиях, Воссоздается анаэробная, бескислородная среда и развивается этот ботулотоксин. Особенностью его еще является то, что он, к сожалению, не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета. То есть человек, употребляя такие консервы, даже может и не подозревать о том, что он употребляет заведомо опасный продукт. Иногда банки приобретают, называется бомбажность, то есть вдувается крышка, но совсем не обязательно. То есть ботулизм может быть и не во вздутых банках. Пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии. Она на управляемом дыхании, на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня мы провели консилиум. Ее было осмотрено смежными специалистами. В общем-то терапия согласована, все проводится по протоколам. Мы ожидаем улучшения. До последнего времени, до 2014 года, в Украине пользовались сывороткой противопотулинистической, которой теперь уже нет. И недавно, все мы знаем, что министерством был закуплен антитоксин противопотулинистический, который, в общем-то, и получила наша пациентка. Не было никаких проблем с доставкой этого препарата, как только наше управление сообщило в министерство. То есть в течение считанных часов препарат был доставлен в Харьков и сразу же введен. Такой призыв, чтобы все-таки не употреблять рыбу, не прошедшую термической обработки, не покупать ни в коем случае на каких-то стихийных рынках, в каких-то стихийных киосках. Ситуация не имеет границ. И мы видим случаи заболеваемости в различных регионах нашей страны. Поэтому самый лучший способ обезопасить себя – это все-таки не употреблять эту рыбу. Редактор субтитров А.Семкин